Каждая модель, о которой можно обсуждать, она построена вокруг каких-то особенных вводных. И она, скорее всего, если эта модель устойчива, она, скорее всего, отвечает тем требованиям, которые на нее возложены. Если говорить о каком-то начале любой деятельности, как это сейчас принято называть, стартапы, они рождаются в одиночку и либо быстро умирают, либо очень быстро растут. В случае с началом истории домена.ру, скажем так, тот стартап, который был, он вначале появился и очень медленно рос. И для него не требовалось каких-то особенных функций. А потом он начал расти очень быстро и не смог самостоятельно принимать правильные решения, от которых зависело очень много разных стейкхолдеров. Как администраторы, так и регистраторы, так и, опять-таки, какие-то внешние регуляторы. Да и сами пользователи. Да и сами пользователи, действительно. Соответственно, с этой точки зрения решение о разделении функций, оно было очень своевременно. Текущая модель, в которой участвуют и координационный центр, и технический центр, и партнер по DNS-услугам МСКИКС, и то количество регистраторов, которые так или иначе на эту систему влияют, и внешние регуляторы АИКН, Министерство связи, Роскомнадзор. И мне кажется, текущая система вполне отвечает тем реалиям, которые на сегодня существуют на рынке. Хорошо. В этой связи вопрос. Постоянно какие-то изменения происходят внутри. Мы дорабатываем и программно-аппаратный комплекс. Меняются правила, которые тоже влекут за собой доработки. Насколько выстроен диалог между всеми заинтересованными сторонами. Мы всегда говорим, что в правилах-то понятно. То есть у нас работает совет, он состоит из экспертов в отрасли, которые взвешенно подходят к этому вопросу. Есть система сдержек и противовесов. Такие какие-то случайные изменения, которые могут негативно сказаться на всей системе в целом. В принципе, не должны пройти. Плюс есть право вето у государства в совете, которое тоже должно отследить вот эту возможную ошибку. А дальше, насколько все участники рынка между собой гармонично работают и взаимодействуют. Есть какие-то проблемы? Или все-таки удалось за много лет выстроить деловые отношения, такие партнерские? Мне кажется, что на сегодня партнерские отношения со всеми выстроены очень щепетильно и четко. При этом партнерские отношения даже на сегодня выстроены не только с какими-то, скажем так, юридическими лицами или какими-то организациями, а с гигантским количеством стейхолдеров, которые так или иначе влияют на модель управления. Взять те же самые веяния информационной безопасности, например. Ведь есть локальный регулятор, для примера, требования, которые мы обязаны исполнять. А также есть в целом лучшие практики, которые так или иначе используются в мире. Часто они противоречат друг другу, а часто они могут друг друга дополнять. Мы стараемся выбирать те практики, которые позволяют нам отвечать реальным национальных регуляторов и использовать лучшие практики с рынком информационной безопасности. А где-то даже наоборот идем вперед. Вместе с тем же МСКИКСом реализовали возможность применения лучших практик в России с помощью использования исключительно российских организаций. Здесь надо отдать должное коллегам, которые смогли получить признание ICAN и стали одним из официальных операторов, например, Ибера или Дейта и Скроу. Да, безусловно, это очень интересный кейс. Потому что в этой части, мне кажется, что коронационный центр домена РО и РФ он не просто идет в ногу со временем, а он находится прямо на острии. Потому что не так много CCT-ЛД регистратур, которые имеют такую функцию и ей пользуются. Кстати, ICAN уже даже просит нас рассказать об этом на ближайшем своем митинге. Потому что такой положительный кейс, который может быть масштабирован и реализован другими регистратурами. Это правда. А у тебя на ласкане пиджака сдачок точка РФ. Мы много с кем говорили о появлении домена РФ. Уже больше, чем 10 лет прошло с момента создания этой кириллической доменной зоны. Были разные моменты, были острые, спорные моменты. Не все верили в перспективность кириллических доменов. Как показали прошедшие 10 лет, перспективы есть, но есть и очень мощный сдерживающий фактор – отсутствие универсального принятия. И надо заметить, что даже внутри отрасли, даже внутри доменной индустрии, или тем, кто очень близок, хостеров и так далее, не всегда теме универсального принятия уделяется достаточно большое внимание. Вот эта проблема такая курица и яйца. То есть, вроде как говорят, нет большого спроса со стороны пользовать, зачем мы должны создавать условия. А с другой стороны, не будут созданы условия, не появится спрос. Это проблемная тема или это просто не пришло время? Вот надо дождаться и эволюционно какие-то изменения произойдут. Или не надо ждать эволюции, надо делать революцию. Что пытается делать КОЦ, начиная с прошлого года? Просто подталкивая всех наших игроков и работая на международных площадках, именно топим за универсальное принятие. Я скажу честно, я как директор технического центра, я, конечно, не за эволюцию, не за революцию, я за управляемые изменения. В данном случае, можно сказать, что технический центр во всех своих информационных системах, он старается уже использовать подходы универсального принятия. Но при этом все равно остается достаточно много еще подсистем или модулей, которые настолько легоси, что там придется просто менять все. То есть это еще и дорого, получается. Это еще и дорого. Быть готовым, это правда еще и дорого. При этом, безусловно, про себя я расскажу, что мы запланировали эти изменения, и в течение времени мы это все будем менять. Но в тех разработках, которые уже современные, скажем так, там все эти требования уже учтены. И в этой части можно просто тоже привести аналогию из другой, из большей, так сказать, инфраструктурной истории. Это IPv4, IPv6. Как давно существует IPv6, как давно мы готовимся к его переходу, и как мало было сделано для реального перехода. Ну, кстати, в разных странах по-разному. Там, где государство принимало более активное участие, чем у нас, и стимулировало игроков рынка к переходу, там прогресс налицо. Прогресс налицо, безусловно. Более того, те операторы, которые, скажем так, появились в последние десятилетия, они сразу выбирают модель, при которой за делом на будущее будет IPv6. Аналогично можно сказать про универсальное принятие. Те информационные системы или те программные средства, которые совсем современные, там уже это просто заложено по умолчанию. А вот то, к чему мы привыкли, даже есть много почтовых клиентов, которые просто не имеют такую поддержку. Есть много публичных крупных сервисов, которые такую поддержку не имеют. Или они имели, а потом они выключили в связи с тем, что у них есть какие-то легаси, решения, которые не могут это обработать. Ну вот здесь, кстати, даже рекомендации USG, это группа по внедрению универсального принятия при ICAN, они говорят о том, что без участия позитивного государства не обойтись. Что нужно закладывать требования к ПО, к сервисам, которые создаются. Я с этим полностью согласен. И я рассчитываю, что с точки зрения перспективных, перспективного развития в национальном сегменте Российской Федерации, необходимо, конечно же, активное участие государства и по IPV6, и по универсальному принятию. Государство регулирует и много других отношений, возникающих в связи с интернетом. Очень часто пользователи критикуют такую вот как революционную регуляторику, как сейчас говорят, потому что сначала не было никакой. И многие наши ветераны отрасли вспоминают те времена, и кто-то считает, что благодаря невмешательству государства она так в отрасли развивалась, интернет такой доступный и, в общем-то, дешевый в стране по сравнению даже с Европой. Кто-то говорит, что просто вмешательство было, но оно было специально таким незаметным, и, ну, что, собственно говоря, нельзя говорить о том, что государства с отраслью не было никогда. Оно всегда было где-то рядом. Сейчас не только у нас в стране, но и во всем мире тренд очевиден. Идет регулирование, такое достаточно жесткое регулирование. Есть понимание, что транснациональные корпорации нуждаются в том, чтобы их действительно как-то отрегулировать, потому что они уже не отвечают ни общественным задачам порой, и диктуют свои правила государством, чем покушаются на национальный суверенитет цифровой. Об этом можно долго говорить, что это такое, но факт есть факт. Вот насколько сегодня вот это вот такое жесткое регулирование, оно отвечает духу времени? И действительно ли это только у нас такой тренд? Или вот я же понимаю, что с коллегами общаетесь, отмечается это по всему миру? Ну, к счастью или к сожалению, этот тренд, он действительно не только у нас. В целом государства, все государства стали замечать влияние интернета на себя, на свою государственность, как бы, да. Все стали задумываться о том, что же такое мой национальный сегмент, где он вообще заканчивается, как вообще я могу его регулировать. Кто-то поступает чуть более аккуратно, кто-то более жестко. Что-то мы замечаем, поскольку мы живем в России, а что-то мы не замечаем, поскольку мы не живем, например, в Германии или в Соединенном Королевстве. Вот это GDPR, Brexit, это страны пока входят. Но здесь можно отметить следующее, что на самом-то деле любое изменение любого регулирования, оно вначале всегда воспринимается в штыки. А потом как-то сходит на нет, к этому все привыкают. Вот если вспомнить, что в России творилось, когда появился 150-й федеральный закон о защите персональных данных, ведь столько было сломано копий, столько было конференций, столько было обсуждений, а сегодня это абсолютно норма. Когда только появилось регулирование критической инфраструктуры, была аналогичная история. А какая была волна, когда появился GDPR? А сегодня это в целом просто, ну, как бы, обыденность. Соответственно, мне... Даже, наоборот, некоторые говорят о том, что недостаточно. Да, 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 да. И уже общество порой даже посылает больший запрос на регуляторику. Другое дело, что регуляторика может быть не всегда, как сказать, хорошо прописана. Нет достаточно технической экспертизы, что вызывает у профессионалов отторопи иногда. Да, при этом я могу сказать точно, что с точки зрения защиты персональных данных, например, наш федеральный закон, он более строгий, чем GDPR. Там много посвящено, скажем так, личности, а у нас много посвящено именно защите. Здесь аналогично. То есть думать о том, что государство не захочет регулировать интернет, при этом понимая, что он влияет на всю жизнь, в каждую секунду мы что-то где-то сталкиваемся с интернетом, даже если этого не замечаем. Ну, невозможно так больше думать. Поэтому то, что государство об этом заботится, мне кажется, это нормальным. Другой вопрос, что, возможно, не всегда государство замечает правильные направления регулирования. И, как мне кажется, здесь любой технический специалист, любой юридический специалист в настоящее время может на это воздействовать. Государство старается создать, скажем так, инструменты для взаимодействия в этой части. Но иногда их бывает недостаточно. Но вот я скажу, что компания ТЦИ активно принимает участие в этих обсуждениях и всегда старается направить любые дискуссии в позитивный и разрешаемый русло, скажем так. Кстати, в этой связи обеспокоенность о том, что интернет сохранится в том виде, в каком мы привыкли к нему, она уже у многих. И в 2018 год впервые эта тема обсуждалась на глобальном форуме по управлению интернетом. Сформулирован принцип ответственного подхода государств к регулированию и к сохранению базового технологического ядра интернета. Очень важный принцип, кстати говоря. Но вот эта универсальная формула, когда мы говорим российский сегмент сети интернет или там другие государства говорят про свой национальный сегмент, политики, законотворцы, они делают акцент на российский или национальный в этом словосочетании. Технари, как правило, на слове сегмент, потому что они воспринимают это как часть глобального. Есть ли здесь какой-то такой вечный конфликт? Или, может быть, со временем все притрутся, поймут друг друга, будет больше доверия, и вот снимется эта острота? Ну, во-первых, нужно сказать, что в самой сути интернета заложен очень интересный принцип, когда каждая сеть, она конечна. И это прямо в базе, как бы, да? То есть у нас существует понятие автономная система со своими правилами маршрутизации, со своими правилами внутреннего управления. Поэтому он, конечно, этот принцип не географический, это принцип сетевой, но сама фрагментация интернета уже заложена в нем. При этом сделано гигантское количество усилий для того, чтобы взаимодействие этих сетей с другими сетями выставивались по принципу невозможности нарушения целостной связанности. С этой точки зрения определение границ, оно возможно. И, как ты правильно сказал, что поскольку государство понимает свою ответственность за какой-либо сегмент, и на самом деле неважно, какой он, конечный или бесконечный, как бы, и заботится о, ну, скажем так, здоровье граждан, а на сегодня от интернета действительно уже зависит от здоровья граждан, поэтому оно вынуждено, то есть мы фактически сами толкаем государство что-либо регулировать, но, с другой стороны, конечно же, мы хотим сохранить привычный нам образ жизни. Хорошо, тогда немножко еще про информационную безопасность. Мы про это тоже много говорим. Для нас, для всех, очень важно, чтобы в интернете были грамотные потребители. В противном случае, ну, рост мошенничества и так далее, с этим приходится бороться. Так получается, что очень часто пытаются регистраторов, регистратуру, ТЦИ, ну, в общем-то, чуть ли не назначить ответственным и сделать главными по борьбе с противоправными деяниями в интернете. На мой взгляд, мы можем оказывать содействие. Но здесь очень важна позиция, с одной стороны, правоохранителей, которые должны находить правонарушителей и привлекать их к ответственности, а с другой стороны, самих пользователей. Потому что иногда настолько очевидны мошеннические действия, а люди критически не воспринимают эту информацию. И вот здесь, мне кажется, задача как раз всех наших организаций, это то, что общественное благо мы еще должны, да, нести, не только там деньги зарабатывать, регулировать, но еще и воспитывать, просвещать. Да, более того, вот 2020 год показал, что вот вроде как проникновение интернета уже за весь год, как бы оно было достаточно стабильным, поле это не увеличилось, просто все стали сидеть дома. Потребление возросло просто в разы, и мошенничество тоже возросло в разы. И действительно вот какой-то такой должен, мне кажется, создаться социальный какой-то такой тренд на то, чтобы обращать на это внимание. Потому что, ну, там, понятно, что... То есть еще и общество должно. Конечно, конечно. Потому что понятно, что сами банки должны следить за тем, чтобы их клиентов не обманывали, да. Понятно, что и государство должно заботиться о том, чтобы там пользователей не обманывали. И, в частности, наше министерство связи, наше министерство цифрового развития, да, имеет программу по борьбе с фродом. Но и само общество как-то должно получить вот эти навыки цифровой гигиены. И должен какой-то социально-общественный тренд создастся на это. Мы говорим о том, что подрастающее поколение уже с двух-трех лет в гаджетах. Интуитивно ими быстро начинают пользоваться. Но при этом подрастая совершенно не хотят... Во-первых, иногда не хотят смотреть в сторону IT-специальности. И есть нехватка кадров, на самом деле. Что в России, что в мире. Специалистов не хватает. Да, это уже признано, и меры определенные принимаются. С другой стороны, не хотят участвовать, тем более в общественных процессах, где не предполагается получение каких-то материальных благ, да, где предполагается только такое участие. Вот, а все глобальные процессы по управлению интернетом, они как раз строятся на вот это как общественное, как волонтерство определенное. Что делать, чтобы привлечь молодежь к этой проблематике? Потому что понятно, что без их участия невозможно создать те правила, по которым будет общество жить, развиваться. К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. Я эти тренды замечаю. Лично я стараюсь всегда показывать какие-то нематериальные блага, в части сотрудников, в части тех студентов, которые к нам приходят на практики. Мы очень часто стараемся их вот именно выцепить и заинтересовать этим. Но, как показала практика, вхождение вообще в нашу специфику работы, как бы, да, в нашу индустрию занимает минимум 6 месяцев. Это, конечно, прям очень долгий срок. Это не просто сесть и что-то начать программировать. Перед этим ты должен понимать, зачем ты вообще это делаешь. И, безусловно, несмотря на то, что этот тренд наблюдается повсеместно, к сожалению, в нашей индустрии он сильно очень заметен. Ну, и дополнительно. Ну, для примера, Координационный центр запустил летнюю школу по управлению интернетом. Да, летнюю школу по управлению интернетом. И вот, как мне кажется, это вот прям хороший тренд. Возможно, другие организации... Мы, конечно, подсмотрели. Надо понимать, что с 2015 года на международной площадке, опять же, тот же форум по управлению интернетом, глобальным, это Гвадалахара был, и они сказали, товарищи, срочно привлекайте молодежь. Срочно, да. Понимаете, скамейка запасных настолько короткая, что международные организации в этой сфере уже страдают от нехватки кадров, уже призывают приходить и к нам работать, вроде как там со штаб-квартирами, в той же даже Женеве. Нет людей, которые хотят. Ну, вернее, есть, но мало. Или, может быть, те, кто и готов, да, у них компетенции не всегда достаточно. Проблема-то общая. Проблема общая и достаточно заметно осталась сейчас. Про пандемию-то уже сказал, очень интересно. Она действительно обнажила очень много проблем и, с другой стороны, очень сильно поменяла привычный ход жизни. И Центр, например, Совет Европейских регистратур уже заявил о том, что мы не будем проводить конференции все в офлайне, даже после пандемии. Часть конференций будет всегда онлайн. Это удобно, это сохраняет природу, потому что меньше выбросов ЦО, перелетов меньше и так далее. То есть, европейцы, как известно, они на экологию обращают большое внимание. Но и совсем не хотят отказываться, потому что живое общение тоже крайне важно. В этой связи многие как раз IT-компании первые спокойно ушли на удаленку и тоже отказываются от офисов, меняют свои привычные бизнес-процессы. ТЦИ планируют это делать? Вот как у вас? Вы смогли безболезненно перейти на удаленку или вы вообще на нее не переходили, что называется, и уже все в офисе? Нет, мы немножечко болезненно, но достаточно быстро перешли на удаленку. Во-первых, у нас было очень много инструментов. Во-вторых, немаловажно, что в периметре компании ТЦИ находится удостоверяющий центр, и мы очень быстро смогли перейти на, в том числе и на какие-то квалифицированные электронные подписи, например. Как мы благодаря этому удостоверяющему центру, Грандзонный центр тоже получили для всех сотрудников. Да, и это действительно удобно. Но при этом, честно скажу, что, конечно, вот такой длительный период разлуки, а его по-другому никак не назвать, он вообще влияет на всех. Я думаю, что компания ТЦИ перейдет на какой-то комбинированный режим. И сейчас некоторые сотрудники, кому удобно, приезжают в офис. Но в целом у нас уже достаточно богатый инструментарий создан. И законодатели постарались, тоже начали прописывать в трудовое право. Да, и у нас даже, более того, у нас даже появились сотрудники, которые уже оформлены в соответствии с новым законодательством. А уже даже есть. Да, да, да. И это хороший пример. Мы стараемся как-то в эти тренды попадать. Пока что, откровенно говоря, непонятно, насколько это благо, честно скажу. Потому что управлять сотрудниками, которые находятся в фулл-тайм на удаленке, требуется просто больше времени. Да, поэтому получается, что сотрудников можно взять больше. Для них, конечно, не нужны офисы, но нужно больше времени для того, чтобы им управлять. Соответственно, в части конференции, я думаю, что коронакризисный год, он поменяет все, но на смену должно что-то прийти новое, но полностью отказываться от оффлайна в пользу онлайн, я думаю, что это неправильно. Потому что, в частности, как мне кажется, за одну очную встречу можно обсудить больше вопросов, чем за полторы онлайн-встречи. Вот у меня такое же абсолютно впечатление. Более того, есть еще эффект цифровой усталости, когда ты с утра до вечера находишься перед монитором, и вот это удаленное электронное цифровое общение, оно все равно несопоставимо. Эмоции как-то не улавливают. В общем, все не так. Все не так, все не так, да. И при этом, на мой взгляд, здесь еще, ну, срок перехода на удаленку вот в данном случае у всех был очень короткий. И, конечно, вот этот навык цифрового общения, как бы, да, его невозможно так бы сформировать. То есть здесь тоже должно что-то произойти еще в нас самих, чтобы научиться этим пользоваться. Иногда действительно удобно поработать из дома. Иногда даже полезно поработать из дома. А иногда, ну, ты вынужден приезжать, как бы, да, и вот, и работать в офисе. Я думаю, что будущее, конечно, за какими-то комбинированными режимами. Ну, в любом случае, мы освоили процесс и абсолютно удаленной работы, и не мы, и вообще вся наша отрасль с этим, ну, по-моему, быстро справилась. И даже то, что обсуждается на семинарах, посвященных удаленной работе, вот центр, инструментарий, которым пользуются регистратуры разных стран и, соответственно, технический центр, он примерно одинаков. Да. Здесь как-то все идут в ногу со временем. В завершении нашей беседы пожелание Координационному центру в связи с его днем рождения. Каким видится роль и место КЦ вот в экосистеме Рунета там через 5, через 10, может быть, еще через 20 лет? Хотя я прекрасно понимаю, что 20 лет для интернета это такой срок, который невозможно загадывать. 20 лет для интернета – это гигантский срок, потому что он по меркам технологий, на самом деле, такой среднего возраста, а 20 лет для него сейчас – это просто целая жизнь. Я бы пожелал Координационному центру развития, потому что на сегодня тренды развития как будто бы видны, и за ними нужно поспевать. С одной стороны. С другой стороны, конечно, невозможно объять все эти тренды. Поэтому, как мне кажется, стратегическая цель Координационного центра – это, как обычно, быть на острие, во-первых, во-вторых, успевать за международной повесткой и всегда отвечать на все вызовы. Спасибо за пожелание и спасибо за это интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.